ПЕСНЯ Приветик. Приветик, Багира. Прик 같은 голос. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сатурн Субтитры сделал DimaTorzok 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 высоко ее не поднять потому что здесь полочка вот стеклянная полка моя мочалка из рыбацкой сетки керченская моя мочалочка уже висит здесь вот так что сейчас я думала может быть на вот эту сторону вот сюда приклеить но как-то не знаю здесь а здесь останется отверстие получается от этой старым еще демонтируем уберем очень все-таки как-то здесь вот так вот прицепим ее насколько позволяет высота так и будет и сегодня можно уже будет купаться в новой с новой гречкой такой душ у нас здесь роль уже распаковал даже уже подсоединил сюда нужно прокладочку уже шланг подключил к душу там тоже прокладочку аудифинге так выглядит душ в принципе такой не но легенький он я бы сказала что он прям хорошего качества но вот это вот штуковина вот эта штуковина очень даже неплохо смотрится и магнит магнит просто сильнейший я не могла это отодрать я не знаю даже как ее ее не так просто будет и легко передвигать по этой железяки ну ладно посмотрим может поставлю на одну позицию будем пользоваться идем идем клеить сначала нужно обезжирить поверхность и потом здесь обратной стороны отдирается вот липкая лента и приклеивается даже прям я не знаю насколько надолго ли его хватит вода все-таки может отклеится и все и на голову упадет ну что первый шаг сделали приклеили мы эту полосу магнитную при помощи уровня подняли повыше потому что они захотели клеить на мозаику вот на эту здесь она неровная и я думаю она просто не приклеилась и это плохо она бы может быть в жидкость попадала бы потом вода туда и нам быстрее бы оторвалась мы же здесь может вода заходить посмотрим в общем вот так смотрится теперь сюда нужно пересобачить можно уже вот эту штуковину она кстати регулируется роль все воды со главы соя очень мощный магнит слушать я просто офигеть мощнейший с рукой вырвал блин и теперь душ сейчас должен прицепить через стекло снимаю все друзья 15 минут какая вещь золотая прелесть не надо ничего сверлить никаких дырок делать кафель портить вообще красотища оказывается ее можно еще и она тут двигается вниз вверх вот эту штуку даже как-то роль делал а вот вот она можно выше ниже чтобы она красиво лилась вода в прелесть получаю даже такую узкое зеркало себе прям как зеркало стоишь и видно себя класс очень нравится мне очень нравится конечно не знаю когда долго ли хватит и хорошая леечка на легенькая правда такая знаете пластмасска посмотрим но если аккуратно пользоваться то можно долго хватит нам намного лучше чем было например то той лейкость нельзя было пользоваться там просто вода текла ручьем каким-то непонятным нельзя было не отрегулировать ничего там все проживело закалькованная все такое было теперь так красота все еще одно задание сделали второй день занимаюсь монотонной работой поэтому видео почти никаких не снимаю что одно и то же покажу что я делаю я зачищаю окна по какой причине это тоже один из больших минусов вот стран местности с большой с высокой влажностью сейчас 5 прицепиться вот там где высокая влажность но здесь очень часто дожди и отопление на минимуме невысокая и поэтому образуется грибок который я вам сейчас покажу вот так выглядит эта красота с которыми надо бороться ближайшее время огромная ошибка людей которые делали это окно это вот этот силикон таких влажных помещениях силиконить нельзя даже силиконом которые есть силиконы антишимель назовется противогрибка даже ими даже ими нельзя силиконе все равно время пройдет эффект этого силикона уйдет в небытие и грибок заново начнет заново начнет расти видите что творится и и здесь получается окно вот окно это стена вот она это пенопласт она заизолирована так как здесь засиликонили между окном и пенопластом здесь влага то вся и собирается и неправильная была краска подобрана надо и краску противогрибковую и грунтовку вообще надо все тут противогрибковая использовать но где-то была технология нарушена вот уже начинает это все отпадать сейчас буквально со всеми окнами вот такая идет у меня борьба до этого окна где еще не дает не дошла пока работаю в зале вот смотрите друзья вот только одну вот эту колонну я уже я вчера вечером начала и сегодня целый день уже сейчас тоже вечер через пару часов уже будет смеркаться так тяжело все это идет значит смотрите сначала что здесь было здесь между окон вот эта стена она была заизолирована он продавалась такая изоляция раньше но есть замуж на час продается гипсокартон зеленый вы такой знаете для влажных помещений и к нему уже приклеена была 30 миллиметров пенопласт такая подложечка 3 сантиметра пенопласт это называют но покупали для внутренней изоляции подвала изолировать такое вот и здесь это было сделано видите как тогда я сейчас все при помощи молотка и зубил отдирала отдирала вот здесь так было сделано а вот уже с этой стороны где окно здесь без за ролета использовали только пенопласт без гипсокартона вот только три сантиметра пенопласт здесь был вот он и наклеена это все было на старые обои а дом старый я не знаю вот раньше делали качеством обои и клейстер я вот это вот отдираю уже ребятам я под под такими вот крошками это отдирается две банки у меня уже ушло у такого шампуня с водой но это средства для мытья посуды разбавляю водой и прыскаю чтобы хоть немножко отстала от стены очень тяжело отходит плюс это все было покрашено какой-то фасадной краской через нее тоже тяжело проходит влага в общем я нам удохалась я вам хочу сказать просто катастрофа только с одной вот этой вот колонной а мне еще надо с этой стороны слава богу хоть не все стены вокруг окон вот это мне надо снять потому что здесь такая же история внизу это же все за силиконе на здесь это все трогать не буду нифига и вот этой стороны мне надо сделать вот на что на что был куплен материал то что мы обговаривали надо это вот сделать все это я по обдираю и здесь придет на днях должен прийти новый материал современным как он называется по-русски по-немецки называется кальциум силикат платы это такой материал для изоляции внутренней он дышит он может как втягивать флагу так и и и отдавать или на нем не разводится грибок грибок не любит эту структуру видать этот состав и грибок не развивается и это уже конечно не пенопласт пенопласт это очень хреновая вещь для внутренней изоляции во первых он мне кажется ядовитый если у кого какая аллергия есть на какие-то химикаты вот ну и он получает получается в квартире как правая баня влаги уходить некуда пенопласт он нифига не втягивает и влага вся остается в комнате в квартире на потолок оседает вот еще потолок буду делать покажу то тоже от влаги он запузырился вот ну слава богу хоть такое поверхностные работы не такие что генеральные это только надо нанимать специалистов а так вот поверхностные будем делать то что мы мы с рульфом можем сделать и вот в общем и только с этой колонна я про мудохалась читайте сутки вот одно это только два окна я еще не доделал от них говорю еще надо с этой стороны вот эту полоску ободрать ну и с этой стороны вот эту полоску ободрать и потом пойду на балконную дверь потом столовая там тоже окно тоже бы надо обдирать слава богу на кухне не надо там сделано уже и в спальне в спальне и детская ну так детская комната называется третья комната но это как кабинет в общем и так вот работаю работаю поэтому вообще ничего снимать одно и то же показывать вам как я это все убираю а это обдирается ребятушки я же вам говорю просто катастрофа просто это обдирается просто по миллиметру по миллиметру вот это стою по миллиметру обдираю 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 прыскаю обдираю такими маленькими кусочками а эту сторону сейчас я буду зубилом и молотком надо пенопласт отбить надеюсь я не зацеплю вот эту сторону чтобы мне это тоже не обдирать потом хотя бы вот этому это подрать как-то аккуратно и потом у меня вопрос к мужчинам может у нас продался если женщины рук рукастые все но посоветую рукожопый человек просили понял так что с силиконом просто по замазал я не как вам даже показать не смогу вам показать силиконом по замазал по пол рамы вот по пол рамы смотрите вот даже на углу видно вот до сюда силикон ну просто по рукам надавать сейчас такие есть дешевые всякие приспособы чтобы силикон тоненькие тоненькая полосочка это все закрыть и он так тяжело отдирается ребята подскажите как можно чем можно отодрать силикон может есть какая-то приспособа или какая-то жидкость или может что-то чем-то соединить надо там суду сулю я не знаю как вот это вот как вот это вот отдирать или мне опять сидеть по миллиметру по миллиметру мне приходится вот это вот отдирать этот силикон долбаный от рамы но я чего не оставлю вот так есть вот я еле 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 по обдирала вот вот тут все вручную обдирала ну а здесь просто просто так брал ладонью этот силикон вот так вот мазали парами мазали понимаете силикон даже просто катастрофа просто катастрофа ну как так здесь вот это же вообще вот до сюда до сюда силикон доходит ну как так можно было силикон он лишь потом грязнеет становится черного такие толстенные жирные черные полоски будут именно от этого силикона теперь везде избавиться как избавиться от него не знаю подскажите может знает специалисты как избавиться от силикона на рамах какой приспособой я знаю что есть такие наши силикона обдирать но мне ну не подходит я вот тут этим ножом не отодрует каким не одеру им только ножом не пробовала и шпателем черен острым ножом и кухонным ножом никогда тут какая-то какой-то раствор нужны чтобы это все замазать как для обоев и потом это все отойдет то мне надо будет здесь хорошо запенить видать окна когда ставили плохо запенили вот здесь вообще между вообще ничего не запенили это же постоянно получается холодный мостик кальты брюки называется по-немецки и холод с теплом встречаются понимаете нужно не заизолировано правильно по технологиям здесь вся получается здесь влага собирается потом в этот угол идет это же влага конденсат и вот такое вот получается видите такая вот история надо мне это все как-то сделать красивенько не знаю как в общем принципе то знаю по миллиметру сидеть конечно дерется весь этот силикон но хочется очень быстро все сделать вот это специально оставила маленький кусочек думаю покажу вам как это все отдирается рукакова качества и такой запах вы знаете у этих обоев я этот пенопласт отодрала и такой запах стоит так вот когда заходишь бабушкам и дедушкам старые квартиры это вот старая мебель старые обои еще до 70-х годов вот такой же запах стоит от этой бумаги такой фу противные так что так столько мне сейчас предстоит работы много большинства